всем привет меня зовут марина и мы с вами находимся на канале о вязании сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот интересные простые но при этом красивые и эффектные слитки данные слитки у нас вяжутся достаточно просто но при этом смотрится очень красиво и эффектно в мастер-классе эти слитки и я сейчас буду вязать из пряжи alize lana gold метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 240 метров и по составу это идет пряжа 51 процент акрила и 49 процентов шерсти принципе вязать эти слитки в мастер-классе вы можете абсолютно из любой пряжи так как сейчас в начале перед тем как приступать к вязанию мы с вами разберемся с принципом вязание данных слитков так чтобы вы смогли их связать абсолютно из любой пряжи и на любой размер ноги сейчас в мастер-классе эти слитки я буду вязать на размер ноги 3840 и для того чтобы связать нам вот именно эти слитки сейчас вместе с вами мы свяжем вот такую вот простую заготовку и вот как раз таки длиной этой заготовки мы будем и регулировать размер этих слитков то есть смотрите для того чтобы связать слитки на какой-то определенный размер ноги нам нужно знать размер нашей ноги в сантиметрах сейчас на экране я вам ставлю таблицу где вы сможете посмотреть какому размеру какое количество сантиметров соответствует как я сказала в мастер-классе сейчас эти слитки я буду вязать на размер ноги 3840 и если сейчас посмотреть по таблице то 38 размер ноги соответствует 24 с половиной сантиметров и сороковой размер ноги соответствует 25 с половиной сантиметров я сейчас буду делать расчеты исходя из размера ноги среднего то есть 39 и 39 размер ноги у нас по таблице соответствует 25 сантиметров и теперь смотрите размер нашей ноги в сантиметрах которые мы посмотрели по таблице и теперь это число мы с вами должны умножить на 2 так как вот эта заготовка получается вот по кругу два раза обертывая длину вот нашей ноги и это получается в моем случае 50 так как вязаное полотно у нас идет эластичная и она очень хорошо тянется то вот здесь от полученного этого значения мы с вами должны отнять примерно где-то от 6 до 10 сантиметров в зависимости от вашей плотности у меня идет такая достаточно средняя плотность вязания полотно идет не рыхлая но и не туго связанная она идет достаточно эластичная и хорошо тянется поэтому я сейчас буду отнимать от вот этого полученного значения минус 8 сантиметров и это получается 42 то есть соответственно если вы вяжете туго то отнимаете где-то примерно 6 сантиметров от вот этого полученного числа если ваше вязаное полотно такое достаточно рыхлое то где-то примерно около 10 сантиметров вы отнимаете вот от этого числа значит смотрите в моем случае я сейчас получила значение вот 42 то есть сейчас смотрите общая длина вот этой вот детали должна быть вот по моим расчетам 42 сантиметра теперь смотрите если как я сказала вы будете вязать возможно из другой пряжи или ваша плотность будет отличаться от моей то в этом случае вы должны связать небольшой образец платочной вязкой и посчитать плотность вашего вязания то есть количество петель в одном сантиметре вы должны высчитать дальше количество петель в одном сантиметре мы умножаем вот на это значение тем самым мы определимся сколько вот здесь изначально мы с вами должны будем набрать петель то есть исходя из моей плотности вязания для того чтобы получить общую длину 42 сантиметра здесь я сейчас набирала 78 петель так это мы с вами сейчас разобрались вот именно вот с этой длиной нашей детали теперь что касается вот этой высоты высота является постоянной величиной для любого размера взрослых следков и это высота должна быть где-то примерно 10 11 сантиметров то есть ну вот в моем случае высота сейчас равна 10 с половиной сантиметров плюс минус пол сантиметра большого значения иметь не будет ну и несколько слов по поводу вот этой выемки и распределение нашего узора так как высота является у нас постоянной величиной то вот именно начинаем мы вязание вот с этого наборного края и далее вяжем наше полотно вниз то есть наше полотно схематически скажем так я разделила на две части на 1 вот этой части высоты нашей заготовки я вывязывала основной вот этот узор и закончила вязать я нашу деталь просто платочной вязкой то есть половина примерно и соответственно половина просто платочной вязкой теперь что касается вод этой выемки то здесь размеры этой выемки также являются постоянным таким размером вот эта ширина должна быть примерно равна вот этой высоте а вот соответственно это ширина где-то должна быть равна в сантиметров где-то примерно около пяти сантиметров поэтому то есть провязали половину детали закрыли часть петель которая равна 5 сантиметрам и соответственно вниз вот я провязала оставшиеся петли так чтобы вот высота этого участка также была равна примерно вот 5 сантиметрам плюс минус опять же пол сантиметра большого значения иметь не будет поэтому друзья надеюсь вам нравятся данные слитки и вы сейчас с удовольствием свяжите их вместе со мной поэтому берем пряжу спицы и приступаем к вязанию на круговые спицы диаметр спиц я взяла три с половиной миллиметра я сейчас должна набрать семьдесят восемь петель петли я набрала и сейчас мы сразу будем приступать к вязанию первого ряда на протяжении всего вязания первую кромочную петлю я просто буду снимать и далее сейчас все остальные петли до конца этого ряда я провяжу лицевыми на протяжении всего вязания последние кромочные петли я буду провязывать изнаночной петлей и это я провязала первый ряд далее вязание я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны приступаю к вязанию 2 ряда первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю и далее во втором изнаночном ряду я также все петли до конца этого ряда буду провязывать изнаночными то есть сейчас мы с вами должны провязать небольшой участок полотна платочной вязкой поэтому все петли и в лицевом и в изнаночном ряду мы будем провязывать лицевыми это мы с вами сейчас вместе вяжем 2 ряд всего этих рядов у меня должно быть сейчас провязано 4 поэтому самостоятельно довязывайте лицевыми петлями второй ряд дальше лицевыми петлями провязываем 3 и 4 ряд после того как вы закончите вязать 4 получается изнаночный ряд мы с вами встретимся и продолжим вязать дальше и так вот я провязала всего от наборного края 4 ряда лицевыми петлями и получила 2 провязанных платочных дорожки вязание я держу лицевой стороной вверх и теперь я должна взять нить контрастного цвета в моем случае это будет нить белого цвета и теперь вот белый кончик нити я просто прикладываю краю и первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой так как у меня идет смена цвета и далее сейчас также все петли до конца этого ряда я буду провязывать лицевыми последнюю петлю в конце ряда я также провяжу изнаночной петлей таким образом нитью белого цвета и я должна провязать два ряда лицевой ряд вот мы сейчас вместе его с вами вяжем и изнаночный ряд мы также должны провязать лицевыми петлями и получить тем самым одну провязанную платочную дорожку контрастным белым цветом и так смотрите вот я провязала и белую полосу то есть всего сейчас у меня получилось 3 платочных дорожки от наборного края или всего шесть провязанных рядов и смотрите высота вот этого провязанного участка у меня равна ну вот получается ровно два сантиметра теперь я беру нить следующего третьего цвета и мы с вами сейчас будем начинать вывязывать основной узор первый ряд основного узора у нас будет вязаться с изнаночной стороны поэтому вот смотрите это идет лицевая сторона моего узора здесь идет наборный кончик кончик которым я закончила вязать мятную полосу и вот кончики от белой нити сейчас я должна взять вязание изнаночной стороной к себе то есть наше вязание я подвигаю вот на противоположную сторону и сейчас вот нитью розового цвета я приступаю к вязанию первого ряда основного узора с изнаночной стороны поэтому кончик вот розовой нити я просто прикладываю краю и первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой так как здесь у меня идет присоединение нити и далее в первом ряду основного узора я сейчас все петли до конца этого ряда должна провязать изнаночными здесь также в конце ряда последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной вот кончики я подтягиваю и вязание переворачиваю на лицевую сторону теперь с лицевой стороны мы будем приступать к вязанию второго ряда основного узора но здесь смотрите что у нас получается нить мятного цвета сейчас нам понадобится не совсем скажем так скоро и для того чтобы эту нить именно мятного цвета сейчас не обрывать мы постепенно будем ее поднимать вверх то есть я беру наш мятный кончик от моточка поднимаю вот сюда вверх вот таким образом и перекручиваю вот вместе с розовой нитью вот таким вот образом я перекрутила тем самым эту нить мятного цвета подняв вверх просто я ее вот здесь откладываю и розовой нитью я приступаю как сказала к вязанию второго ряда основного узора с лицевой стороны первую кромочную петлю я просто снимаю и далее я сейчас правую спицу вставляю в промежуток между 1 и 2 петлю и вот именно между двумя этими петлями вот захватываю рабочую нить вынимаю петельку после чего первую и вторую петлю я должна провязать сейчас две петли вместе лицевой петлей это и есть раппорт нашего узора в ширину далее наше вязание повторяется в промежуток между первой и второй петлей я вставляю спицу вынимаю петельку после чего первую и вторую петлю провязываю две петли вместе лицевой петлей и еще раз промежуток между двумя первыми петлями вот первая и вторая петля вставляю спицу вынимаю петельку после чего первую и вторую петлю провязываю две петли вместе лицевой петлей таким образом вяжем этот ряд до конца конце второго лицевого ряда последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной и вязание я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны вот нитью розового цвета мы будем приступать к вязанию третьего ряда основного узора с изнаночной стороны первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю и далее в третьем изнаночном ряду сейчас правую спицу я должна вставить в промежуток между вот второй и третьей петелькой захватываю рабочую нить вынимаю петлю после чего первую и вторую петлю с левой спицы я провязываю две петли вместе лицевой петлей это и есть раппорт нашего узора в ширину далее вязание повторяем в промежуток между второй и третьей петлей вставляю спицу вынимаю длинную петельку вот она у нас после чего первую и вторую петлю я провязываю две петли вместе лицевой петлей и еще раз в промежуток между второй и третьей петлей вставляю спицу вынимаю петлю после чего первую и вторую петлю провязываю 2 петли вместе лицевой петлей таким образом довязываем 3 изнаночный ряд до конца и так вот я довязала до конца 3 изнаночный ряд далее вязание я переворачиваю на лицевую сторону с лицевой стороны приступаем к вязанию 4 лицевого ряда но для начала мы снова поднимем вверх нить мятного цвета то есть точно таким же образом поднимаем вверх и вот сзади у нас идет розовая нить то есть мы их перекрещиваем тем самым подняв нить мятного цвета и приступаем к вязанию 4 ряда первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю и далее в четвертом лицевом ряду я сейчас все петли до конца этого ряда должна провязать изнаночными то есть все петли провязываем изнаночными и так вот я довязала до конца 4 лицевой ряд 4 провязанных ряда вот которые мы с вами только что провязали в моем случае розовым цветом и будут являться рапортом нашего узора в высоту смотрите вот эти наши рапорты розовый будет разделять вот платочная дорожка провязанная белым цветом поэтому вот идет именно моя лицевая сторона вот идут мои розовые нити сейчас опять я возвращаюсь вот сюда в начало лицевого ряда и вот здесь сбоку я сейчас поднимаю именно нить белого цвета сейчас следующих два ряда я должна буду провязать нитью белого цвета то есть вот лицевая сторона и первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой так как у нас идет смена цвета и далее до конца этого ряда все петли я провяжу лицевыми в начале вот в лицевом ряду я все петли провяжу лицевыми далее вязание переверну на изнаночную сторону и с изнаночной стороны я также все петли провяжу лицевыми и так друзья смотрите вот нитью получается белого цвета я провязала два ряда и как сказала вот получила уже одну провязанную платочную дорожку и теперь смотрите мы опять возвращаемся вот в конец лицевого ряда вот сюда подвигаем наше полотно то есть вот лицевой ряд и конец лицевого ряда и вязание снова сейчас я сразу переворачиваю на изнаночную сторону сейчас вот этой розовой нитью мы должны провязать еще один точно такой же раппорт узора который вот у нас состоит из 4 рядов и мы приступаем к вязанию снова первого ряда основного узора с изнаночной стороны первую кромочную петлю я просто снимаю и далее в первом изнаночном ряду я сейчас все петли до конца этого ряда должна провязать изнаночными и так вот я провязала изнаночный ряд до конца или за не снова переворачиваю на лицевую сторону с лицевой стороны в начале я опять подниму нить мятного цвета то есть перекрестив вот эти две нити мятная сверху розовая снизу и вот поднимаю розовую нить вверх и мятная ниточка также у меня сейчас поднимается вверх и сейчас приступаем к вязанию второго лицевого ряда первую кромочную петлю я снимаю и далее во втором лицевом ряду правую спицу вставляю в промежуток между первой вот и второй петлей захватываю рабочую нить вынимаю петельку после чего первую и вторую петлю провязываю 2 петли вместе лицевой петлей и опять в промежуток между первой и второй петлей вставляю спицу правую вынимаю петельку после чего первую и вторую петлю провязываю 2 петли вместе лицевой петлей таким образом вяжем этот ряд до конца и так вот я довязала до конца второй лицевой ряд и вязание переворачиваю сейчас снова на изнаночную сторону с изнаночной стороны приступаем к вязанию третьего изнаночного ряда кромочную петлю я снимаю и далее в третьем изнаночном ряду правую спицу я вставляю в промежуток между второй и третьей петлей захватываю рабочую нить вынимаю петельку после чего первую и вторую петлю провязываю 2 петли вместе лицевой петлей и опять правую спицу вставляю в промежуток между второй и третьей петлей вынимаю петельку после чего первую и вторую петлю провязываю 2 петли вместе лицевой петлей так мы вяжем до конца 3 изнаночный ряд и так вот я довязала до конца 3 изнаночный ряд и вязание снова переворачиваю на лицевую сторону с лицевой стороны опять вверх я поднимаю нить мятного цвета перекрещиваю вот получается розовую и мятную ниточку и сейчас я провяжу розовым цветом последний 4 лицевой ряд первую кромочную петлю я снимаю и все остальные петли в четвертом лицевом ряду я сейчас должна провязать изнаночными последнюю кромочную петлю в конце ряда я также провяжу изнаночной петлей и так вот я довязала до конца 4 лицевой ряд и снова получается розовым цветом я провязала вот уже 2 раппорт узора вот в высоту нить розового цвета мне больше не понадобится поэтому вот здесь в конце лицевого ряда нить розового цвета от моточка мы можем уже обрезать нить розового цвета я обрезала и теперь опять я возвращаюсь в начало вот сюда нашего лицевого ряда там где у нас идут нити мятного и белого цвета и сейчас сбоку я снова поднимаю нить белого цвета и вот как раз таки ниточкой белого цвета я снова провяжу два ряда лицевой и изнаночной первую кромочную петлю я сейчас провязываю лицевой так как у нас идет присоединение нового цвета и дальше все петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми это лицевая сторона полотна сейчас вот в конце ряда последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной и вязание сразу переворачиваю получается на изнаночную сторону и теперь я провяжу ряд с изнаночной стороны снова нитью белого цвета первую кромочную петлю я снимаю и далее с изнаночной стороны я также все петли до конца этого ряда провяжу лицевыми последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей и так белым цветом я довязала до конца ряд с изнаночной стороны и вот с лицевой стороны у меня снова получилась одна провязанная платочная дорожка нить белого цвета нам сейчас также больше не понадобится поэтому здесь эту нить от моточка белую можно уже обрезать теперь на этом этапе мы продолжать дальше будем вязать наш следок только нитью мятного цвета и теперь давайте на этом этапе измерим высоту нашей детали и высота у нас сейчас равна ну вот где-то ровно пять с половиной сантиметров теперь лицевая сторона полотна и вот сбоку я снова поднимаю вот моя нить мятного цвета и сейчас нитью мятного цвета я должна буду провязать два ряда лицевыми петлями лицевой и изнаночные то есть вот первую петлю я провязываю лицевой и далее все остальные петли до конца лицевого ряда я провяжу лицевыми после чего вязание переверну на изнаночную сторону и с изнаночной стороны также все петли до конца изнаночного ряда я также провяжу лицевыми поэтому 2 ряда лицевой и изнаночной провяжите самостоятельно и так смотрите вот я провязала мятным цветом 2 ряда с лицевой стороны лицевыми петлями и с изнаночной стороны также лицевыми петлями и теперь на этом этапе мы будем закрывать часть петель как я говорила в начале видео следок для правой и для левой ноги в принципе вяжется одинаково единственная часть петель которую мы сейчас будем закрывать на одном следке мы будем сейчас закрывать в начале лицевого ряда а для второго следка мы будем закрывать эти петли получается провязав лицевой сначала ряд и далее в начале изнаночного ряда вот смотрите моя первая заготовка которую я сейчас связала самостоятельно за кадром и вот вместе с вами мы вяжем в моем случае уже вторую заготовку смотрите значит мы провязали основной узор и одну вот платочную дорожку нашим основным цветом теперь если вы сейчас будете вязать следок вот как и я провязала первую нашу заготовку то есть на одну ногу мы сейчас не будем разделять на правую и на левую потому что носить их можно по разному то есть для первой ноги которую вы будете вязать самостоятельно то есть сейчас после того как вы провязали два ряда мятным цветом провяжите еще и лицевой ряд то есть получается три ряда мы должны провязать мятным цветом далее вязание переворачиваем получается на изнаночную сторону и с изнаночной стороны закрываем петли сколько петель закрывать сейчас мы с вами разберем так понятно то есть получается лицевой ряд вяжем и закрываем петли в изнаночном ряду для того чтобы вот эта выемка получилась у нас получается ну вот если как сейчас заготовка так лежит с левой стороны для второго следка которые вот я сейчас вяжу в мастер-классе вместе с вами эту выемку я буду делать с правой стороны поэтому закрывать петли я буду вот с этой и лицевой стороны то есть вот сразу в третьем ряду теперь по поводу того сколько петель нам нужно закрыть размер этой выемки вот ширина должна быть равна примерно вот этой высоте поэтому здесь этот размер у нас сейчас получается смотрите вот 5 сантиметров ширина и вот где-то около 5 сантиметров у меня получается высота теперь это можно просто взять и измерить вот приложить сантиметровую ленту к полотну отмерить вот этих вот 5 сантиметров и пересчитать сколько это получается в петлях то есть вот в моем случае я сейчас буду закрывать 10 петель поэтому смотрите сейчас получается вот сразу для вот моего второго следка петли я закрываю вот именно в лицевом ряду то есть вот первую петлю я снимаю вторую петлю я провязываю лицевой и первую петлю протягиваю и спускаю через провязанную это я закрыла одну петлю опять петлю провязала петля которая была на спицы протянула и спустила и это я закрыла вторую петлю опять петлю провязала петля которая была на спицы протянула и спустила и это я закрыла третью петлю таким образом я сейчас закрою 10 петель смотрите вот я закрыла получается 10 петель все теперь остальные петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми так смотрите вот я довязала до конца ряд с лицевой стороны далее вязание переворачиваю получается на изнаночную сторону и вот смотрите как я и говорила с изнаночной стороны если вы вяжете следок как и я вот на первую ногу вязала то эти 10 петель вы должны закрывать вот именно сейчас с этой стороны а на втором слитке вот именно в начале ряда лицевого так как это у меня идет заготовка на вторую ногу то здесь после того как мы закрыли часть петель с лицевой стороны теперь все остальные петли я буду провязывать лицевыми и в лицевом и в изнаночном ряду то есть сейчас я буду продолжать вязать полотно платочной вязкой из оставшихся шестидесяти восьми петель так как набирала я 78 петель 10 петель я закрыла то есть у меня осталось на спицах шестьдесят восемь петель и все петли я буду провязывать лицевыми то есть сейчас я должна провязать вот этот участок полотна вот платочной вязкой так здесь у меня получается смотрите от последней провязанной белой полосы то есть вот это у меня сейчас выглядит вот таким вот образом вот идет вверх основной узор и вот мы сейчас будем вязать вот этот участок просто ровным полотном после того как мы закрыли часть петель и здесь смотрите всего от именно белой полосы мы будем считать у меня сейчас провязана 1 2 3 4 5 6 7 8 9 платочных дорожек и далее я с лицевой стороны в конце закрыла все петли опять же смотрите если вы вяжете из другой пряжи или ваша плотность будет отличаться от моей то вы конечно же ориентируйтесь здесь не на количество провязанных платочных дорожек а на общую высоту вот этой детали в моем случае общая высота детали сейчас равна десять с половиной сантиметров плюс минус в данном случае даже один сантиметр большого значения иметь не будет и так смотрите от белой полосы всего у меня сейчас получился провязанный участок состоящий как я говорила из девяти платочных дорожек теперь вязание я держу лицевой стороной вверх и мне осталось закрыть только петли этого ряда закрываем петли любым удобным для вас способом я это буду делать следующим образом первую петлю я снимаю вторую петлю я провязываю лицевой и первую снятую протягиваю и спускаю через провязанную 1 петля на спице следующую петлю провязываю лицевой петля которая была на спице протягиваю и спускаю через провязанную провязала протянула спустила провязала протянула спустила при закрытии петель стараемся контролировать натяжение петель и нити так чтобы край не был сильно туго перетянут поэтому сильно туго петли мы не затягиваем таким образом закрываем все петли этого ряда до конца и так вот я закрыла все петли этого ряда до конца последнюю петельку я вынула по длине и и теперь вот здесь ниточку от моточка мы можем обрезать обрезаем эту нить чуть по длине и так как этим кончиком и будем сшивать одну часть слитка после того как ниточку я обрезала от моточка в эту последнюю вытянутую длинную петельку я продеваю вот как раз таки во внутрь кончик который я обрезала от моточка и петельку аккуратно затягиваю теперь нам осталось только сшить наши слитки сшивать наш следок я сейчас буду по лицевой стороне вот идет изнаночная сторона моей заготовки и теперь смотрите сначала мы с вами сошьем вот этот уголок вот идет лицевая сторона полотна значит сошьем сначала уголок и после чего приступим к сшиванию подошвы сошьем вот эту часть далее берем вот этот край прикладываем вот сюда и дальше продолжаем сшивать длину нашей подошвы далее я беру вот иголку и нитку я сейчас новую отдела от моточка и сразу приступаю к сшиванию вот этого участка значит сшиваю как я сказала по лицевой стороне поэтому вот сюда в центр наши вот этой выемки я вставляю иголку с изнанки вывожу ее на лицо никаких закрепляющих узелков я не делаю просто кончик вот вытягиваю не до конца и вот этот наш кончик оставшийся оставляю в изнанке в конце мы его спрячем и теперь смотрите сшивать мы будем вот здесь где у нас идут наши платочные дорожки вставлять иголку я буду в платочные дорожки справа налево сначала вот с одной стороны а с другой стороны у нас идет край где мы закрывали часть петель и здесь смотрите между краем где мы закрывали часть петель и вот этой платочной дорожкой у нас есть вот такие вот как лицевые петельки как галочки вставлять иголку я буду вот в как раз таки эти галочки за 200 лицевой петли справа налево вот сначала с одной затем вот другой стороны здесь я вставляю иголку справа налево в платочную дорожку и вот именно в первую петлю от платочной дорожки а здесь я вставляю иголку вот между платочной дорожкой и краем где я закрывала петли вот именно в лицевую петлю справа налево при сшивании мы обязательно контролируем чтобы два края полотна вот здесь у нас ровно сошлись и так вот я прошила этот участок полотна и далее сразу приступаю к сшиванию подошвы вот этот участок подошвы ну и соответственно дальше вот этот который мы впоследствии присоединим я буду сшивать за кромочные петли вставляя иголку с изнанки на лицо то есть вот с изнанки на лицо заготовку нашего следка мы держим лицевой стороной вверх и здесь также с изнанки на лицо с изнанки на лицо сначала с одной стороны за кромочные петли и затем с другой стороны также с изнанки на лицо за кромочные петли и так вот я прошила вот эту часть подошвы далее беру вот этот конец нашего вязания и вот прикладываю то есть вот таким вот образом кончики все сторонку откладываю и теперь мы сразу будем дальше продолжать сшивать всю долину нашей подошвы то есть вот здесь тоже за кромочные петли вставляя иголку с изнанки на лицо сначала с одной стороны и затем с другой стороны с изнанки вставляем иголку на лицо и так смотрите я прошила длину подошвы не доходя вот до конца это то место где у нас будет идти пятка у наших следков здесь я не дошила до конца примерно 10 петель и теперь эти 10 петель и вот таким вот образом я нанизываю на иглу и сейчас я просто их стену для того чтобы уголок у нашей пятки не сильно вот не был таким торчащим мы тем самым его немножечко сейчас закруглим то есть вот и аккуратно это сейчас затягиваем единственное тянем аккуратно чтобы вот этот наш основной шов не был туго перетянут то здесь у нас все должно быть эластично наравне вот с основным нашим скажем так полотном после того как мы этот уголок вот стянули сейчас иголку я вывожу в изнаночную сторону и с изнаночной стороны вот этот наш уголок буквально вот несколькими стежками я аккуратно сошью тем самым закрепив нить и чтоб вот этот вот наш стянутый уголок был красивым и аккуратным все мы прошили подошву нить эту мы можем уже обрезать после того как я прошила длину подошвы я одела в иголку с большим ушком вот здесь у меня был один кончик от вот моего полотна и теперь мы сошьем вот эту часть слитка также по лицевой стороне точно таким же образом как мы вот здесь сшивали вот нашу вот эту выемку значит со стороны где у нас идет наборный край вот между наборным краем и платочной дорожкой у нас также идет вот такая галочка лицевая петля иголку я буду вставлять за две стенки этой галочки справа налево сначала вот мы с расшиваем одну сторону а с другой стороны у нас идут платочные дорожки здесь мы вставляем иголку в первую петлю от платочной дорожки справа налево и вот идем по порядку здесь мы вставляем справа налево вот в лицевую эту петельку а здесь платочную дорожку справа налево в лицевую петельку справа налево по лицевой стороне а здесь в первую петлю от следующей платочной дорожки и так смотрите вот я прошила вот ровно этот шов теперь что дальше смотрите вот это отверстие которое сейчас получается оно такое получается скажем так великоватая и слитки могут в этом случае спадать с пятки поэтому здесь или нужно делать обвязку крючком вот этого края или сейчас вот этих два края полотна можно прошить чуть больше для того чтобы это отверстие было буквально комфортно и только для того чтобы одеть эти слитки и здесь плотно все хорошо сидела на ноге то есть здесь видите в этом слитке я также прошила получается вот где-то до сюда это шел ровно мой уголок и дальше два края полотна здесь также я прошила между собой вот это отверстие куда мы вставляем ногу должно быть по длине где-то примерно около 11 сантиметров поэтому сейчас дальше я просто немножечко сошью вот эти два края полотна также по лицевой стороне здесь получается я сейчас буду сшивать два края наборных между собой то здесь у нас уже нет наших платочных дорожек здесь вот именно я вставляю вот за лицевые вот эти петли между наборным краем и платочной дорожкой справа налево сначала вот с одной стороны и затем вот справа налево с другой стороны то есть сшиваем столько сколько вот именно вам необходимо для того просто чтобы нога самое главное комфортно проходила вот в оставшиеся отверстия и вот я прошила два края полотна вот такое отверстие у меня сейчас получилось и слитки мои полностью готовы далее смотрите мы наши слитки должны будем вывернуть на изнаночную сторону и все кончики которые у нас есть мы должны спрятать по изнаночной стороне самостоятельно любым удобным для вас способом после того как мы спрячем кончики слитки наши полностью готовы смотрите носить их можно по разному как я и говорила что вот это более длинная полоса она может смотреть вот во внутрь наших слитков можно сейчас вот их если переодеть на другую ногу сделать так чтоб эта полоса была у нас именно наружу а вот эти стыки где мы сшиваем два края полотна между собой чтобы смотрели вовнутрь поэтому здесь уже на ваше усмотрение то есть каждый из этих слитков может быть как на правую так и на левую ногу в зависимости от того какой результат вы хотите получить поэтому друзья надеюсь вам понравились данные слитки и у вас все получилось связать вместе со мной поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх подписывайтесь на мой канал сейчас мы с вами будем прощаться до новых встреч и всем пока пока у